Товсла и Хем играли в снежки. Товсла бросил первый снежок. Затем, в ответ на каждый попавший в него снежок, Бивсла бросал шесть снежков. Хем бросал пять снежков, а Товсла — четыре. Через некоторое время игра закончилась. То есть уже в какой-то момент никто ни в кого не попал, все хорошо. Узнайте, в кого сколько снежков попало, если мимо цели пролетели за все это время 13 снежков. В себя самого снежками не кидаются. Повторяю условия. Такая простая зимняя игра. Вивсла, Товсла и Хем играли в снежки. Первый снежок бросил Товсла. Затем, в ответ на каждый попавший в него снежок, Вивсла бросал шесть снежков, Хем — пять, Товсла — четыре. Через некоторое время игра закончилась. Узнайте, в кого сколько снежков попало, если мимо цели пролетели 13 снежков. В себя самого снежками не кидаются. В каждого попало по одному снежку. Почему? Пусть в Хемула попало икс снежков. Это значит, что бросил пять икс снежков. Так, этот бросил пять икс. Товсла бросил четыре икс плюс один. Ну, как его звали? Кто у нас был? Кто был на Т? Тосла. Тосла. Вот, пусть Товсла бросил четыре икс плюс один. Четыре икс плюс один, да. А Вивсла — шесть зет. Ты плохой золоток. Сказ ты? Ну вот. Теперь складываем их. Это количество попавших снежков. Это равно х плюс у плюс з плюс тринадцать. Количество попавших снежков плюс тех, кто мимо. Мимо пролетело тринадцать снежков. И еще попали в х, в икс. А куда больше тратить? Вот. Да, это надо еще. Да, это надо еще. Я вот х, в икс, в икс оттуда вычитаю. И получается такое уравнение. 13 это 5z, 4x, 3y и 1. То есть на самом деле 12 надо сложить из пятерок в четверок и троек. Посмотрите, z это либо 0, либо 1. Пусть это единица. Нет, потому что это 0 сначала. Тогда вы должны будете из четверка и троек сложить 12. Ну, конечно, это 4 умножить на 3, конечно, это 3 умножить на 4. А вот так, чтобы это были не 0, это нельзя. Правильно? Если получится, что кто-то кидал в себя стежки. Да, отлично. Значит, z это единица? Да, z должно быть единица. Ну и очевидно, что x, y это единица. z, x, y это единица. Отлично.